Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президентский указ. Министр обороны Армении провел ряд встреч с коллегами из стран-членов и партнеров НАТО. В Дерсиме тела погибших при столкновении с солдатами были переданы семьям. Турция может быть связана со средиземноморской диверсией нефтепровода. Российские СМИ. В Осике стартовал саммит Большой двадцатки. Два армянских гимнаста вышли в финал Европейских игр. Президент республики относительно Конвенции 1951 года, Конвенции 1954 года и Чикагской Конвенции 1944 года по вопросу о беженцах, лицах без гражданства и международной гражданской авиации. С учетом российского указа от 29 декабря 1917 года о признании России права на самоопределение армян-турецкой Армении до их независимости. Учитывая Версальский договор, подписанный 28 июня 1919 года, фактическое признание Верховным Советом Союзных Держав правительства Армении в Западной Армении 19 января 1920 года признание де-юре Верховным Советом Союзных Держав армянское государство на территории Западной Армении от 11 мая 1920 года. Признание США армянского государства на территории Западной Армении 11 мая 1920 года. Учитывая Сербский мирный договор, подписанный 11 мая 1920 года Верховным Советом Союзных Держав и 10 августа с Турцией и арбитражное решение президента США Удра Уильсона от 22 ноября 1920 года. Принимая во внимание официальное заявление Национального Совета Армян Западной Армении от 17 декабря 2004 года на основании Национальной Конституции Республики Западной Армении от 9 мая 2016 года, опираясь на Декларацию ООН о правах коренных народов 13 сентября 2007 года. Учитывая, что государство Западной Армении изучило Конвенцию о беженцах 1951 года, Конвенцию 1954 года, статус лиц без гражданства и Чикагскую Конвенцию 1944 года Международная гражданская авиация. В результате статья 1. Президент Республики Западной Армении уполномочен ратифицировать Конвенцию 1951 года, Конвенцию 1954 года и Чикагскую Конвенцию 1944 года и обязую правительство Республики Западной Армения исполнять их добросовестно и выполнять содержащиеся в нем положении. В удостоверении, чего я подписал эту ратификационную грамоту в Женеве 20 июня 2019 года, нанося печать Западной Армении. Армен Акабрамян, президент Республики Западная Армения. Делегация во главе с министром обороны Армении Давидом Тунуяном приняла участие в заседании министров обороны стран-участниц миссии НАТО в Афганистане. Решительное содействие, которое состоялось 27 июня в штаб-квартире Организации Североатлантического договора в Брюсселе. Как сообщили новости Армении, news.am в прислужбе Министерства обороны Республики Тунуян еще раз подтвердил приверженность Армении решению задач в рамках северного командования миссии «Решающее содействие». Он также представил участникам заседания свою точку зрения относительно урегулирования афганского конфликта. Тела Джихана Чилиби, Мазлума Атар и Мухмада Алинба, которые погибли в результате вооруженных столкновений в Берсимском районе Западной Армении, были переданы семьям в судебно-медицинском учреждении Малатии. Они были похоронены в своих родных городах. Тело Абдулмер Кена Абраса, убитого в тех же столкновениях, было передано его родственникам и перевезено к месту его рождения. Последний был в черном списке МВД и было официально объявлено, что он был убит дважды в сентябре и декабре 2018 года. Согласно информации семьи Абрас, предполагается, что его убили давно, но власти тщательно скрывали от родственников правду. По словам родственников, тело убитого было расчленено. Хоть и ни одна группа или страна не взяла на себя ответственность за это нападение, сирийская ежедневная газета Аль-Ватан, цитируя Russia Today и Евразия Дэйли, заявила, что взрывы нефтепровода не были случайностью. Изображения показывают, что эти трубы не были повреждены случайно, а были взорваны. Важность этих трубопроводов заключается в том, что они снабжают нефтеперерабатывающий завод в Баниясе сырьем с танкеров и в настоящее время являются основным источником стратегической энергии в Сирии. Авторами этого саботажа может быть соседняя Турция, продолжили Russia Today и Евразия Дэйли. По словам Аль-Ватана, Турция могла бы отомстить Сирии за нападение на наблюдательный пункт турецкой армии. Это может быть своего рода ответ на бомбардировку наблюдательного пункта в Идлибе без какого-либо риска эскалации. У турецких спецслужб есть хорошие дайверы, добавили они. Трубопровод, проложенный по дну моря, был саботирован теми, кто стремится разграбить энергетические богатства Сирии. И это с 2011 года заявили в воскресенье 23 июня министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем. Двухдневное заседание лидеров стран большой двадцатки G20 началось в пятницу в Осаке. В ходе запланированных четырех сессий стороны обсудят проблемы мировой экономики, включая торговлю и вопросы окружающей среды, передает ТАСС. На встречах планируется также затронуть тему создания международной системы налогообложения крупных корпораций, действующих в сфере информационных технологий. Этот вопрос поднимался на встрече министров финансов и глав Центробанка в двадцатке в Фукуоке в начале июня. Члены сборной Армении по спортивной гимнастике начали борьбу за медали европейских игр. Как передает Армен Пресс, во многоборье по гимнастике на проходящих в Минске игр Артур Довтян, набрав 80,231 очков, со вторым результатом вышел в финал. Довтян вышел в финал и по результатам опорных прыжков и вольных упражнений. По упражнениям на кольцах Ваган Довтян набрал 14,00 очков, а Артур Томасян 14,00. В финал вышел Ваган Довтян. У сборной Армении пока три медали. Из армянских самбистов Тигран Киракусян завоевал золото, Давид Григорян серебро и Арсен Казарян стал бронзовым призером. Во вторых европейских играх участвует около 4000 спортсменов из 50 стран. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему композицию «Дерико Хойнар». «Дерико Хойнар» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»